Здравствуйте! Сегодня мы с вами пройдем деление чисел с разными знаками. Итак, первый пример. Минус 5 поделить на минус 3. Давайте мы сразу обратим внимание на знак. Минус на минус дает нам плюс. Ставим дробную черту. В числитель запишем 5, в знаменатель 3. И больше ничего сделать нельзя, только выделить целую часть. Получим, 5 отнять 3 можно один раз. Значит, одна целая. От 5 отнять 3 это 2. Пишем числитель и в знаменателе 3. Еще один пример такого плана. Минус 7 поделить на 5. Знак в ответе минус. Дробная черта. В числителе 7, в знаменателе 5. Знак минус переписываем, выделяем целую часть. От 7 отнять 5 можно один раз. 1 целая. 7 отнять 5 будет 2. 2 пятых. Минус 1 целая. 2 пятых. Теперь мы с вами перейдем к дробям. Минус 5 восьмых поделить на 3 четвертых. Как выполняется деление? Первое число мы переписываем. Минус 5 восьмых. Вторую дробь мы переворачиваем. 5 восьмых умножить на 4 третьих. Равняется. Знак в ответе минус. Пишем под одну дробную черту. 5 восьмых умножить на 4 третьих. 5 на 3 не делится, а вот 8 на 4 прекрасно. Это 2, а тут 1. Знак в ответе минус. 5 умножить на 1 – 5. 2 умножить на 3 – это 6. Давайте рассмотрим еще один пример. Минус 9 одиннадцатых поделить на минус 3 двадцать вторых. Минус на минус дает плюс. Значит, мы уже пишем без знака. 9 одиннадцатых умножить на 22 третьих. То есть, мы перевернули вторую дробь. Дробная черта. 9 одиннадцатых умножить на 22 третьих. И начинаем сокращать. 9 поделить на 3 – 3. 22 поделить на 11 – это 2. И получаем 3х2 – это 6 первых. Или минус. Или, извините, 6. И один примерчик более простой. Если у вас идет пример 45 поделить на минус 15. Отличие от предыдущих примеров. Мы ставим знак минус 45 поделить на 15 – это 3. То есть, ответ получаем сразу – минус 3. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.